Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Поспешные выводы. Чиновники пояснили, какой автобусный маршрут в Барнауле попадет под закрытие. В центре внимания. Состоится ли матч на барнаульском стадионе «Динамо» после претензии к состоянию газона? УЗИ и анализы для хвостатых и усатых. В приюте «Ласка» открылась больница для местных жителей. В Барнауле отменят несколько автобусных маршрутов. Такая информация появилась в СМИ. В список на закрытие якобы попали 33, 99, 121 и 50 барнаульские маршруты. Как сообщили в мэрии, фактически отменят лишь один из них. Подробности смотрите в нашем сюжете. 33, 99, 121 и 50 маршруты планируют отменить. На днях СМИ распространили такую информацию. Журналисты сделали вывод, исходя из официального документа, который попал к ним в руки. Там были обозначены рейсы, включенные в список на закрытие. Однако, по словам представителей администрации города, этот документ скорее юридическая формальность. И корреспонденты сделали поспешные выводы. Комитетом решением транспортной комиссии был установлен маршрут 33Р, который работает по той же схеме, но с предоставлением права льготного проезда. И теперь, чтобы нам, так скажем, вот эту оказию убрать, да, 33-33Р, мы формально из документа маршрут 33 исключаем. Что касается 121 маршрута, то его тоже никто не планирует отменять. Он просто перешел в разряд регулируемого. Поэтому при проезде на 121 появились льготы. Ходить продолжат и автобусы 50 маршрута. А вот 99-й уберут окончательно, поскольку надобность в нем отпала. Он заменял собой некоторые трамваи, которые временно не работали в связи с ремонтом моста на новом рынке. Данил Кузнецов. День с толком. 17-летний подросток попал под грузовой поезд на ЖД-станции. Молодой человек переходил пути на станции Топчиха в неустановленном для этого месте. Машинисту пришлось применять экстренное торможение, так как подросток был в наушниках и не среагировал на звуковой сигнал. Но столкновение сбежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте. К другой теме. В 12 населенных пунктах Алтайского края прошли пожарно-тактические учения. Тренировки проводились на базе социально значимых объектов. Внимание! В одном из помещений произошло заболевание. Просьба без памяти покинуть помещение. К примеру, в Салтонском районе тушили центральную районную больницу, а в Барнауле учения прошли на базе Алтайского аграрного университета. В тот момент в УЗИ находилось примерно 2500 человек. Пожарные отрабатывали спасение людей в условиях сильного задымления и высоких температур, а также оттачивали взаимодействие всех служб экстренного реагирования. Следили и за подготовкой студентов. Цель данных учений – это отработка работниками университета, студентами, которые здесь обучаются, действий при пожаре, как необходимо проводить эвакуацию и вообще, что необходимо делать в случае пожара. В ситуации с возгоранием в аграрном университете к зданию были стянуты довольно значительные силы и средства первого пожарно-спасательного отряда, в том числе 90 человек личного состава. Бойцы, по легенде, спасли 12 граждан, которые были отрезаны от пути эвакуации. За ходом барнаульских учений наблюдали начальники всех пожарно-спасательных отрядов края. В Алтайском крае пограничники задержали мигрантов, которые незаконно пересекли границу России. Известно, что иностранцам был запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщили сотрудники ФСБ. На территории Угловского района в результате проверки информации, поступивши от местного жителя пограничным нарядом, выявлен и задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, который умышленно нарушил установленный порядок пересечения государственной границы. В этот же день в Локтевском районе силовики задержали еще одного мигранта. Иностранец аналогичным способом пытался незаконно попасть на территорию РФ. В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Сейчас мигранты находятся под стражей. Продолжим. Стихийная свалка бытовых отходов разрослась между двумя многоэтажками Барнаула. По словам местной жительницы, неизвестные на протяжении пяти лет складируют на территории заброшенного участка диваны, холодильники и прочий крупногабаритный мусор. Женщина пригласила телевидение с просьбой придать огласке мусорную проблему. Валентина Аскерова продолжит. Стулья, вон, пожалуйста, деревянные, поддоны, диваны. Вон он унитаз. Диваны, унитазы, стиральные машины и даже почетные грамоты складируют неизвестные на заброшенном участке недалеко от улицы Смирнова. Возле свалки огород жительницы Барнаула Людмилы. Мусорным пейзажем женщина любуется каждое лето на протяжении пяти лет. На днях терпение лопнуло. Это очень неприятно. Тем более наблюдать, как сюда вереницы идут, ну скажем так, люди маргинального характера. Бомжи сюда приходят, чтобы разобрать холодильники, цветмет, какое-то железо с диванов. Люди без определенного места жительства периодически почищают свалку. Уносят самое ценное на перепродажу. Но в цене далеко не все. Мягкая мебель не в почете. Вот этот красненький диван на макушке свалки, по словам местных жителей, появился здесь совсем недавно, примерно месяц назад. А вот это кресло, судя по внешнему виду, долгожитель уже совсем сгнило. По словам Людмилы, мусор прилетает на заброшенный участок через забор. Кто его приумножает, она не видела. Как объясняют, ну это опять же слухи, я не могу утверждать, что в этом доме очень много клопов и просто от них не избавиться, их выбрасывают. Вот согнут забор. Это я не подниму диван. А мужчины перевалили, пожалуйста. Мы в свою очередь направим обращение в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой выяснить, кому принадлежит заброшенный участок и кто на нем складирует мусор. А между тем о стихийных свалках и других экологических проблемах может сообщить любой житель Алтайского края. Народный фронт запустил опрос по экологии. Вопросы экологии, которые затрагивает это анкетирование, они в том числе актуальны и для города Барнаула. Те же вопросы сбора мусора, те же вопросы содержания контейнерных площадок, либо загрязнения каких-то водоемов. Я думаю, все мы заинтересованы в том, чтобы они были чистыми и всегда радовали глаз наших жителей. За три дня анкетирования прошли свыше 700 земляков. Оно продлится до понедельника, 20 мая. Ссылка на опрос опубликована в социальных сетях и мессенджерах Народного фронта. Участие поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В приюте Ласка открылся свой ветеринарный центр, о котором там мечтали долгие годы. Теперь хвостатым будут оперативно на месте зашивать раны, брать анализы, лечить зубы и не только. На открытии побывала наша съемочная группа. У него песочек имеется в мочевом. Вот видите неровности. Каждые два месяца пуся бреет пузико и проходит УЗИ внутренних органов, чтобы отслеживать взвеси в мочевом пузыре. Теперь кот может делать это по месту жительства – в приюте Ласка. Накануне здесь открылась своя ветклиника. Приюту больше 20 лет, и необходимость в диагностике здесь была всегда. Среди 650 собак и 120 кошек есть хвостатые с хроническими заболеваниями. Да и каждый день сюда попадают новые питомцы. Каждый день их нужно было отвозить в частные клиники на операции и анализы. Мы практически каждый день ездили в клиники. То одно животное, то два мы возили в клиники. Очень сложно транспортировать животное, то есть подстроиться, чтобы и там было время, и было кому поехать, и найти машину транспорта. То есть вот эта именно организационная вся цепь, она очень сильно била по скорости и качеству вот этого обслуживания. Ветеринарный центр здесь открыли при поддержке фонда президентских грантов. На старте проекта в Ласке был один ветврач, теперь их пять. В поликлинике для усатых они смогут зашивать раны, лечить зубы, осматривать обитателей Ласки. И даже экстренно проводить анализ, когда это нужно здесь и сейчас. Если мы говорим, что если кто-то кровь транспортировать надо было, то это как минимум сутки. Это в лучшем случае. Сейчас мы можем, получается, на месте набрать кровь для анализа и провести общее исследование. То есть если мы говорим про общий анализ крови, это 20-25 секунд, и биохимия – это примерно 11 минут. При таких мощностях в день можно проводить анализ крови условно для 50 кошек или собак. Пока здесь будут лечить только четвероногих из Ласки. Если человек обнаружил на улице безнадзорное животное, при этом готов его взять себе, но надо провести его какое-то дополнительное обследование, например, у него есть своя кошечка, он боится, а вот я притащу с улицы другую, не дай бог заражу чем-то и так далее, то у нас это можно сделать бесплатно пока в рамках проекта. Проект будет идти лето еще, а осенью, когда проект закончится, к сожалению, закончится финансирование, но сама клиника продолжит работать. И тогда здесь смогут принимать и домашних животных, по аналогии с уже существующим в приюте пунктом стерилизации. Ирина Корчагина, Алексей Фритин. День с толком. Сибирская медиагруппа и Алтайский государственный университет будут формировать совместные образовательные программы по подготовке кадров для медиасферы. Сегодня стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Подробнее в нашем сюжете. Ректор классического вуза и руководитель крупнейшего медиахолдинга «Края» за одним столом. Можно сказать, сошлись теория и практика. На базе Института гуманитарных наук АГУ журналисты познают профессиональные навыки, в СМГ их уже оттачивают и совершенствуют. Подготовка кадров для медиасферы отныне общее дело. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодоплодным эффективным. И долгим, чтобы никакие сиюминутные события нам не прорвали сотрудничество, потому что, прежде всего, для нового поколения журналистов. Разработка совместных образовательных программ, формирование учебного плана для будущих журналистов и специалистов в сфере медиакоммуникаций, стажировка студентов. Направлений для взаимодействия предостаточно. Это написание выпускных квалификационных работ, где как раз практикующие журналисты будут выступать руководителями этих работ. И вот все это невозможно сделать только лишь в университете. Это нужно сделать именно совместно с теми партнерами, которые непосредственно работают на рынке. В медиахолдинге сегодня работает больше 150 сотрудников, причем 60 из них – журналисты. Многие как раз выпускники Алтайского госуниверситета, отметил гендиректор компании. И когда мы сейчас сегодня подписываем вот такой рамочный договор, мы, конечно, хотим, чтобы студенты, которые обучаются профессии в университете сейчас, имели возможность общаться с нашими лучшими журналистами, с лучшими журналистами Алтайского края, перенимать у них методы, принципы работы, фишки, какие мы используем, и, собственно говоря, на практике уже понимать, к чему им надо стремиться, чему им надо учиться. Несколько студентов уже сегодня смогли ознакомиться с медиахолдингом, пройтись по редакциям и оценить перспективы взаимодействия. Мне кажется, это может стать отличной возможностью для коллаборации. Коллаборация в поколении – это всегда, наверное, классно. Мы привносим что-то новое, какие-то новые форматы. Вы рассказываете нам о теории и о базе, которые должен знать каждый, которая передается из поколения-поколения медийщиков, журналистов и рекламщиков. Сибирская медиагруппа, по словам гендиректора, в результате сотрудничества получит дополнительную возможность привлекать новые квалифицированные кадры. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Более трех тысяч сеянцев сосен высадили в Бобровском лесничестве в рамках международной патриотической акции «Сад памяти». Специалисты лесничества отметили, что саженцы прошлого года успешно прижились. Как рождается молодой лес, расскажет моя коллега Мария Костылева. Каждая из сосен – не просто сеянец. Это символ памяти и благодарности наших поколений героям Великой Отечественной. А еще появление зеленых памятников помогает сохранить и приумножить лесной фонд. Лес памяти должен быть абсолютно на всей территории России. И акция, соответственно, проходит на всей территории России. Ну, здесь очень даже благополучный такой участок для посадки именно сосны был выбран. И, соответственно, мы его сейчас и посадим, будет расти. Принять участие в патриотической акции собрались первые лица региона, представители природоохранных ведомств, ребята из реабилитационного центра и школьного лесничества. Цель одна – высадить сеянцы на семи гектарах земли. Высаживают сосну, потому что это самое, как бы сказать, привычное дерево. Здесь оно лучше всего проживается, но и оно самое популярное. В помощь посадочная труба с ней проще. И лопата тут немного сложнее. Губернатор края Виктор Томенко копает, участница школьного лесничества Милана высаживает. Метр за метром и полоса превращается пока еще в маленький лес. На свежем воздухе и с такими юными помощниками работать – одно удовольствие. Скажите, а вот насколько удобно выбраться из душного кабинета и поработать с лопатой? Ну как удобно? Конечно, удобно. Это счастье большое. Отдохнули? Не то слово. Напомним, благодаря памятной акции в России каждый год высаживают 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Телеканал «Толк» тоже принял участие в памятной акции. Так вместе с ребятами мы высадили несколько сосен. Потрудились, как говорится, на славу и голодными не остались. Для всех желающих работала полевая кухня. Мария Кострия, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле появилась новая радиостанция, куда можно отправить свой трек. В сетке вещания в основном патриотические российско-советские песни, а также программы, прозначимых для Родины людей. Подробнее смотрите в материале Данила Кузнецова. Примерно такой репертуар российских и советских песен ежедневно звучит в эфире новой радиостанции «Гордость», вещающей на волне 87,9 FM. За несколько месяцев ее запустили в десятках городов страны, а в апреле она дошла и до Барнаула. Но официальное открытие состоялось на днях. Нам нужны все радиостанции в Барнауле, какие есть. Чем больше у нас разного спектра радиостанций, тем лучше. А эта радиостанция «Гордость», которая называется, она прекрасна тем, что она, наверное, первая патриотическая радиостанция полностью, целиком. Основная цель – объединить значимых людей и рассказать об их деятельности. Поэтому помимо патриотических песен от алтайских и российских исполнителей выходят программы, повествующие об интересных местах и личностях страны. Аудитории такой подход нравится. 35 плюс – это костяк, но у них есть дети. Вот, собственно, у меня есть большое желание, чтобы наша аудитория состояла из родителей и их детей. Бороться радиостанция намерена за каждого слушателя. Поэтому в планах – вещание в других населенных пунктах края. И в Рубцовске, и в Бийске, и, если получится, в Республике Алтай, в Горно-Алтайске. Потому что меня об этом спрашивают. Мы сегодня с Константиновым обсудили, да. Радио «Гордость» интересуется не только большими городами, но и более отдаленными населенными пунктами. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Большому футболу все-таки быть. Комиссия футболе Национальной лиги сняла запрет на проведение матчей на барнаульском стадионе «Динамо». Свою первую домашнюю игру наши проведут против одноименной команды «Динамо» из Кирова. Напомним, в апреле комиссия ФНЛ запретила проводить матч на главном стадионе краевой столицы. Причина – плохое состояние газона. Травяного покрова здесь всего 45%, что могло пагубно сказаться на качестве трансляции. Однако после очередного заседания по оценке качества футбольного поля барнаульского стадиона состояние газона все же признали удовлетворительно. Специалисты клуба ежедневно его поливают, засеивают проблемные зоны и раскидывают песок. Так что матч «Динамо-Барнаул-Динамо» состоится на домашнем поле уже 25 мая. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok